какой кадр поймал но так вот видишь не зря чему-то в институтах учились он прошел огонь воду и медные трубы он знает что такое бороться не только за место под солнцем но и за жизнь свою и жизнь своих самых близких людей у нас гостях певец продюсер и любимый нанаяц всех женщин россии владимир левкин здравствуйте я готовилась к нашей программе и такое сделал для себя открытие что вы окружены какими-то потрясающими женщинами это ваша мама это ваша сестра ваш супруга ваши очаровательные дочки с мамы начнем мама у вас детский врач это постоянно до сих пор хотя мама уже на пенсии слава богу жива и слава богу все хорошо она на пенсии но постоянно кто-то обращается по той старой привычке вы же знаете как да ну она правда много чего знает много кого поставила никогда не отказывала не никогда не отказывал это люди другого поколения понимаете они не отказывают да такая все шли если вдруг чего-то все шли к маме к моей не важно учился я в школе все шли к маме моей учился его был я в детском садике все шли к маме мать тема в зеленке ходили и все хорошо а выходили в зеленке конечно а почему ты всякие там ветрянки кори и фигуре живут зеленку самое лучше самое лучшее это было зеленка зеленкой намазать человек и взял с ног до головы как часто вы с мамой общаетесь сейчас через день созваниваемся то она мне то я и сейчас она на даче у нее там покос травы все отца вспоминает водка отец говорит он косил прям до земли а это что такое придут с какими-то машинками что-то там сделал кто больше всего времени с ней проводит сестра сестра племянник они живут вместе там кошки собаки и как-то с мамой говорили об этом да наш игру маном вроде так собак тоже много потом их три не 2 3 на маленькие такие все я думал ну чё-то накрыть да не я горит с ним пойду погулять с ним погулять человек гуляет ходит да что-то там делает вообще я за как-то отложилось это когда люди такого возраста до той закалки им нужно постоянно что-то делать они не могут они 150 раз уберется квартире переложит ой я там фотографии перекладываю игры ты каждый раз их перекладываешь я тут перекладывала увидела там приедет забери то есть вы через день созваниваетесь да сейчас вот да сейчас она на даче и мы через день созваниваемся то ника ей позвонит то она сама позвонит то я то маруся то тесть тещи ей ну в общем а это общение какое на чем она основана то есть она вам рассказывает свой день или вы наоборот рассказывать свой день и с намного проще здесь там передали что будет гроза ты дома векам дома все нормально мы пока еще в карантине я хочу вернуться к женщинам которые окружают вас следующая будет ваша сестра она у вас младшая да вы с ней дрались или же вы ее защищали ой по всякому на улице я ее защищала в жизни мы с ней и дрались в том числе и дрались вы же родились гдр нет это она родилась гдр я родился в россии а я это она в подсдаме родилась а я родился в москве до 5 как мне было лет пять наверное когда мы поехали к отцу уже в эндорф и там родилась сестра уже в подсдаме вот и там вы пошли в музыкальную школу и вас дразнили немецкие мальчишки ой чё только не было с ними вот из общеобразовательной школы перейти музыкальную школу полтора километра было там не то что дразнили мы там просто дрались реально дрались пару раз это было и после этого никто не вообще не приставал все хорошо а потом я их еще победил был такой конкурс даже не конкурс на фестиваль между музыкальными школами немецкой и русской и было условием это был по моему день победы на день победы это все было приурочено было условие мы играем значит немецких композиторов они играют советских композиторов я вот их там этим моцартом то всех победил понимаешь на баяне на баяне на баяне а чья кстати была идея вас отдать в музыкальную школу к этому вообще все шло что я пойду в музыкальную школу однозначно потому что ну во первых это можете представить гдр мама работает по пробу папа вообще служит с утра до ночи мама работает то есть какое-то время это считай была продленка моя вот эти три раза в неделю мама могла совершенно спокойно работать до два раза в неделю на меня встречала каждый раз из школы а это далеко там автобусами нас возили привозили когда маму всегда встречал но это был баян а вы все-таки в итоге влюбились гитару это было чуть позже потому что но как все пацаны глина грали на гитарах а я тут с баяном с баяном неудобно гитаре попроще как-то но это была потрясающая история как вы гитару себе приобрели первую первую да это не первая наверно вообще с гитарами было много историй первую гитару я считаю что мне купил отец потому что то что у меня было до него до до этого это это были не гитары это было одна палка два струна я хозяин вся страна немецкие гитары конечно было дорого отец купил питерскую гитару она совершенно была другая там 40 рублей немецкая правда 100 стоило вот питерская 40 рублей и там отдали мастеру который сделал гриф выстрелили то есть учительница обалдела говорит но вообще я впервые там вижу такую гитару я уже будучи лаборантом в школе откладывал деньги хотел купить себе мотоцикл но в лейпциг завезли гитары вы продали своих солдатиков купить какую-то невероятную гитару что это за солдатики такие были до этого в германии там распространено было игрушки солдатики они коллекционные не то что солдатики а мы дейцы солдатики там было много всего всяких разных комплектов это я первую свою электрическую гитару купил электрогитара 1 именно на то что вот продал все вот этого и купил электрогитару причем но отдельного рассказа потому что тоника она очень тяжелая была нереально она постоянно расстраивалась ну это наш так скажем промышленность выпускала эту гитару но тоже определенно знаешь вот все-таки пройти через это все потом в армии был урал так это вообще после трех песен у тебя вот так вот прикрашивала плечо и надо было играть но это все зато когда я первую музей ему свою купил вот тут полилось но я имею ввиду электрическую тут уже совершенно другое восприять они у вас хранятся дома все вы как-то их лекционирует все продали практически все потому что когда я ушел из группы надо было записывать альбом снимать клип и все это как раз вот каким-то образом каким-то образом мне помогло это был определенный багаж когда в том году мы записывали интервью с группы на на с новым составом двое там были как раз таки с вашего состава и они рассказывали что деньги несли чемоданами за концерт денег было ну невероятное какое-то количество это так легенды мой сказочек понимаешь во первых день денег никогда не бывает много я скажу это честно и в то же время то что алибасова можете несли я помню как мешок денег тогда когда в украине на украине как правильно не помню поменялась валюта и вот тогда да реально там мешками несли и он еще нам раздавал говорил так значит вот сейчас вылетаем купите себе чего-нибудь книги я покупал очень очень много уж тем у вас было по пять концертов в день для графики сумасшедшие вы не смогли за это время заработать больших денег нет квартиру надо было покупать надо было родителям помогать ну и всякие собственные вещи но у меня было двадцать семь гитар можешь себе представить сколько они стоили на я говорю мне это повезло то есть у меня это как бы хранилось и потом у меня и семья была и семью нужно было кормить то есть все все взаимосвязывается еще раз говорю денег много не бывает и куда их деть ты всегда найдешь я не знаю насчет чемоданов не помню я такого давайте поговорим вы кстати с ней в каких отношениях ну в нормальных отношениях братских сестринских димка мой крестник племянник нормально просто в любом случае жизнь раскидывает людей но все равно есть что-то объединяющие что для нас очень важная цена родительский дом очаг и все остальное у каждого свой характер и каждый движется своем управлении чем она занимается она в интервью рассказывал что когда вы заболели она работала на трех работах это все было много всего было и она работала на трех работах и семья скажем соединялась и много всего было много через что прошли и мы все-таки брат сестрой слава богу что мы в таком состоянии когда мы встречаемся не так часто но просто не можем уговориться вот знаешь вот это наверное очень важно ты в любом случае этот человек постоянно с тобой сейчас не перейти к разговору о марусе о вашей супруге это вообще сказочная история все уже знают про про то как вы познакомились мы встретились чисто случайно я даже не помню где были такие ну вот что мне интересно вы же вместе 10 лет правильно до 10 лет каждый раз когда она про вас говорит у нее горят глаза она невероятно искренне не говорит все время с огромной любовью но за 10 лет муж и жена наверное неужели нет повода вас попилить ну у нее то есть очень часто повод но просто та ситуация как бы изначально было понятно что я не юноша которого нужно переделывать да я за и я очень уважаю именно вот за эту позицию как это у нас очень быстро устаканилось то что я не юноша я переделываться не могу я уже вот как есть так и есть я не лучше не хуже вот такой да и то что я не пытаюсь ее там скажем улучшить или каким-то образом направить чтобы вот конкретно нет она сформировавшийся человек у нее определенные есть жизненные принципе позиции в которые так скажем это ее все нормально и у нас наверное в чем в чем секрет нашего такого очень хорошего отношения друг другу что всегда есть так скажем личное пространство но поругать она вас может за что-то или вы ее за что-то поругать обидится но 10 лет вы вместе не жили каких-то вот таких вот притирок не было не ну были притирки всякие разные но все равно любом случае она девушка я мужчина вот так вот это все и выстраивается у нас нетолерантная семья у нас такая я бы сказал классическом однажды понимание этого всего она ты поняла что вы ее принц в 11 лет но она конечно это мечтал тогда но тем не менее она уже точно вот себе представляла а вот вы когда поняли что она тот самый человек не просто симпатичная поклонница а вот именно вот та самая до дня через три по моему для меня спросил ты мне троих родишь она сказала да и все как-то мы встретились там где-то через месяц после того как мы познакомились и как-то это все быстро очень быстро случилось то есть опасение что у вас был неудачный опыт грубо говоря да мне кажется всегда и я бы сказал у меня был всякий опыт наш опыт это все равно это опыт вообще не было никаких опасений и еще раз повторюсь наверно знаешь из серии что-то нам дается свыше мне вот интересно когда увидели вы когда к ней приехали домой все знали кто вы и вы увидели альбомы которые она собирала про вас вырезка зале это все легенды мне ничего не показали мне ничего не рассказывали такого особо я потом через какое-то время узнал альбомы вас не напрягли когда вы про них узнали нет уже потом нет а до этого вы напрягли не раду этого я бы напрягся конечно если так а так знаешь опять-таки общение с людьми я все-таки понимаю что во время становления да там человек проходит определенные этапы когда люди зацикливаются на определенном этапе это может вызывать не очень хорошую реакцию поэтому у меня такой опыт был то есть как бы но навязчивый поклонница да но тут в любом случае если человек идет дальше это как бы остается как хорошего вспоминать был вас не очень приятный опыт с поклонницами а что это было вот понимаешь очень часто добиваясь всеми способами своей цели люди начинают переступать через человечность вот была ситуация когда принципе очень страдала моя мама понимаешь потому что именно ей были все письма к ней приходил участковый до письма обвинение меня в том что я что-то сделал неправильно что-то себе напридумывал начинает прокалываться было место где я так скажем было время да и были кое-какие подробности которые но во первых в нашей квартире это было нереально у нас этого не было потом понимаешь время и место когда мы сравнили я в это время был в германии с концертами ну с группой понимаешь то есть это это невозможно человек да человек начинает что-то придумывать начинает что-то писать потому что заявление в полиции нужно указать когда было во сколько кто присутствовал кто кто свидетели и т.д. и т.п. и мы тогда через какое-то время можно я уточню это когда вас попросили признать ребенка да нет а нет это другая но и все что угодно было ну ты знаешь да что ребенка не было ну да не подтвердилась наш нет что ребенка не было вообще ребенка не был тут вот такой вот и когда мы написали ответное письмо с указанием всего чего написано и моего графика гастрольного все это сошло на нет но мамы седых волос прибавилось я говорю так аккуратно и округло по одной простой причине потому что люди всякие люди меняются в течение жизни и я очень надеюсь что этой девушке все хорошо что она все таки переступила через то что она сделала с моей семьей предоставив нам очень очень много хлопотных лет лет даже лет да но я думаю что я очень надеюсь что не все хорошо но она чего хотела хотя бы скажите чего она хотела от вас хотя бы денег не получил ничего так мы вернемся к марусь я даже забыла к чему этот вопрос я задала ну ладно вернемся к марусь я была поражена тому факту что она мало того что она помирила вас со старшей дочкой так она еще наладил отношения с ее мамой да мы сейчас довольно таки часто оставляем нику вместе с викой с моей первой женой да бывает такое что понимаешь люди растут люди набираются опыта все таки в любом случае она для меня первая жена родной человек потому что у нас есть совместная дочь а зачем это было маруси маруси все хорошо у нее прекрасный муж у нее маленький ребенок дом семья ее прекрасно приняла ваша семья мама сестра ну папа в любом случае любой человек она понимала что у меня есть старшая дочь и что она не появлялась так скажем моим поле зрения это было правда не очень не очень правильно не очень верно что ли наш поэтому наверное она решилась на какие-то и какой-то поступок я и благодарен за это правда до этого вы общались очень редко до а почему вы сами не инициировали это знаешь давай оставим это между хорошо хорошо я имею ввиду дочку я имею ввиду доним мы как-то вы встречались у нас такие всякие отношения ну как бы понятно это все ваша дочка виктория недавно она перенесла заболевание и об этом рассказала общественность очень открыто рассказал это решение это было ее решение или она с вами советовалась это было только ее решение только исключительно и потому что она знала мою реакцию она понимала что я просто не из тех людей которые может через какое-то время да там через какое-то время я чего-то могу рассказать ну а здесь она прям по горячим следам но я когда прочитал это я ее поддержал потому что я считаю что мы словно все мои потуги рассказать донести молодежи о том что условно надо проверяться понимаешь ну хотя бы раз в год сходить проверить свой организм сложно когда это ровесник говорит до человек твоего возраста немножко по-другому начинаешь это все воспринимать и все равно весь но у кого-то это отложится есть очень много людей которые сейчас проходят через это которые не знают как поступить а наш там практически рассказала все куда идти какие анализы сдавать что делать как себя чувствую весь но все 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 и она прям по горячим следам так как она выглядит что там с ней происходит молодец на это нужно решиться и это очень серьезно я говорю поступок поступок в человеческом плане вообще точно для меня там ну лишь больной артист никому не нужен лысый артист тем более не нужен если он не лысый изначально понимаешь или у него такой имидж да и когда у меня чуть-чуть отросло там я уже что-то начал где-то песня петь говорить о чем-то может быть уже вы было другое восприятие вот тогда бы ну на это тоже реально надо решиться и я тогда решил что лучше пока лучше пока оттянуть это все она нет она взяла и рассказала вот все по горячим следам мало того что она рассказала все по горячим следам она при этом при всем вот если зайти на ее страничку я вот зашла и она невероятно позитивная вот все это она рассказывает я не знаю как это не ужасно звучит с улыбкой конечно с улыбкой а по-другому никак и понимаешь тут по-другому никак на самом деле мы много общаемся и скажем в рамках господи и союз пациентов союз онкобольных есть такие неформальные общества где мы довольно таки часто общаемся как чего происходило как что кто через что происходить все позитивные люди почему потому что пока ты лежишь довольно таки много происходит того чего ты сам не понимаешь у тебя и настроение меняется все остальное но потом выходишь ты понимаешь что у тебя есть еще одна жизнь понимаешь человек совершенно по-другому начинает все воспринимать позитив на самом деле страх ты понимаешь страха невозможно победить ни один человек не победил страх просто с ним надо научиться жить ты его не замечать мне знаете что интересно вот когда вы заболели вас поддержала ваша семья да и для них это был ударом они вам что-то говорили вы сейчас столкнулись с тем что вы родитель как вы встретили для любого человека такой диагноз это естественно удар это это вполне нормальное явление когда вдруг просто я пройдя через это понимал что там когда изначально там кто-то что-то начал говорить я говорю стоп все анализы сдаем потом только принимаем какие-то решения мы шли конкретно по госпрограмме и все 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 сделано все равно есть ступени да ты должен пойти к терапевту терапевт должен тебя направить туда и чтобы сохранилась твоя страховка ты должен пройти через всех врачей желательно чтобы это все случилось когда человек начинает перескакивать ну это его личное дело но очень часто получается что в конце концов мы все собираем этому человеку деньги и это неправильно потому что он вполне возможно мог лечиться по государственной программе понимаешь вот в чем весь может быть это неудобно может быть через какое-то время это поменяется но сейчас есть такой определенный алгоритм прохождение да чтобы ты получил помощь но теряется же время может быть из-за этого люди дело не в том что ты теряешь время дело в том что если острая форма заболевания то там есть другое алгоритм а когда у тебя забыли вот там условно у вики была острая ситуация она просто потеряла сознание да и надо было сразу понять где чего что и как каким образом идти а когда у тебя нашли да и ты поверь есть время всегда не очень редкие случаи когда там опухоль развивается быстро это другой случай это опять из серии форс-мажора да поэтому вот чтобы этого не было да такой ситуации в любом случае нужно хотя бы раз в год понимать потому что если бы условно было полностью обследование КТ да полностью то вполне возможно это можно было бы увидеть раньше понимаешь и уже предпринимать какие-то шаги по этому поводу вы сейчас про себя говорите я про всех про всех говорю я вообще про всех говорю есть определенный набор что ты можешь сделать бесплатно но там условно сейчас пока пока КТ там полностью оно платное но вот оно стоит столько же сколько сходить в клуб мне кажется дороже оно стоит чем в клуб сходить это ты о другом КТ говоришь то да это дорогое это реально очень дорогое и я очень надеюсь что сейчас их вот эти аппараты расставят по всей стране и по по москве оно будет дешевле но в принципе для того чтобы увидеть да какое-то образование в теле да в теле полностью сделать это стоит столько же сколько в клуб сходить люди любите себя вот любите себя не до того что ты там утром встал и такой яхт там такой крутой не любить себя в этом отношении понимаете ходить к врачам ходите хотя бы раз в год полностью проверьтесь для чего у вас рядом ваши родители у вас рядом дети у вас рядом те люди с которыми вы общаетесь чтобы потом эти люди эсэмэсками не собирали вам денег понимаешь сделайте так чтобы вы при всем может быть когда там условно найдет ну чтобы у вас было время пойти именно тем путем который сейчас возможно понимаешь я понимаю а если говорить о тех кто ну так не ну в основном основная масса людей так не делает к сожалению ну да и как никак как никак а вот теперь ситуация получается никак и это очень обидно и жалко и это ну у вас была бы у меня возможность я бы записал это в конституцию я вот честно тебе скажу каждый человек обязан следить за своим здоровьем это должно быть положение конституции это должно быть законом чтобы человек пришел и каждый раз в год приходил делал все бесплатное что предоставляет бесплатная медицина и платная то вот один раз в клуб не сходил и платно доделал понимаешь и сказал вот сейчас нет да следующий год посмотрим что это должно быть законом это понимаешь любой закон он пишется кровью особенно законы дорожного движения это все законы прописаны здесь то же самое сколько людей ушло только потому что они не знали знаешь меня однажды спросили почему вы там занимаетесь вот этим я сказал я хочу людям помогать да молодежь мы молоды нам кажется все хорошо посмотри статистику заболеваний онкобольных если раньше это были люди за 40-50 да то сейчас к сожалению большому и молодых косит и причем косит очень серьезно вы говорите о том что надо заследить за своим здоровьем но это мы говорим людям которые здоровы да а много очень людей которые больны и вы с этими людьми общаетесь и им помогаете в том числе потому что нужно же за что-то зацепиться у меня было очень просто не дождетесь понимаешь когда я туда пришел мне сказали вот это будет это будет то будет все будет вот такая вот статистика тогда статистика была очень такая вообще ниже плинтуса но я сказал не дождетесь я туда не пойду я еще не все сделал понимаешь понимаю а вот когда вы приходите например к детям и разговариваете с их родителями которые тоже в отчаянии вот вы им тоже ведь что-то говорите такое что им помогает а что вы говорите ну это очень сложный вопрос каждая каждая семья каждый ребенок это отдельный мир и найти слова не всегда просто потому что мы не знаем этих людей вот первый раз пришли мы не знаем этих людей когда мы можем им спеть это одна ситуация а когда мы начинаем разговаривать это было в Воронеже в онкодиспансере и там был просто импровизированный концерт и вообще там без всего там ни гитары не было ничего просто с девчонками и с выздоравливающими ребятами просто пели песни разные причем без всего вот просто пели кстати исполнение песен это тоже один из выходов очищения энергии ну надо петь громко понимаешь надо реально просто кричать это все и желательно каждый день и мы зашли в бокс где парень ну мне доктор сказал что там уже ничего я мы перемолвили с несколькими буквально фразами с мамой у меня с собой был диск я его подарил и сказал вот эта музыка лечебная в общем давай выздоравливай ко мне на концерт приедешь через полтора года или через год мы снимали передачу про любовь на первом канале и те ребята которые проводили вот эту акцию в Воронеже они привезли этого пацана я знал что у него четвертая стадия я знал мне врач сказал что он все понимаешь я просто подарил диск и сказал это музыка лечебная вот ну таких историй много мне очень много писали о том что вот вы для нас пример вот мы поставили вашу фотографию сказали вот видишь какой он был что он сейчас делает и я не возражаю этому потому что это хороший пример понимаешь если абстрагироваться то что это произошло со мной что я через это перешел это очень хороший пример вот он был да вот таким лежал в больнице а вот он сейчас такой очень часто даже на каких-то программах и передачах на медицинских премиях когда вот эту делаю подводку он перешел через это он там а я выхожу вот так я говорю спасибо вам врачи видите я я еще не один я еще семью привел за собой поэтому к сожалению хороших примеров для условно больных не так много многие же скрывают свою ситуацию и это тоже понятно еще раз повторюсь больной артист никому не нужен переходим к следующей вашей женщине которая рядом с вами это ваша дочка Ника и у нее инстаграм аж с 5 лет да в семнадцатом году была первая публикация я все проверила и там у нее написано что ведет она его сама с какого возраста она сама начала его вести ну конечно она с нашей помощью ведет но там какие-то есть фотографии с одноклассниками есть какие-то фотографии со съемок а потому что в любом случае она понимает что ну я пытаюсь ей объяснить что она уже артистка уже не отвертись уже что-то надо людям показывать они же за тобой следят я какой-то Дед Мороз нет на кого-то похоже не могу понять на кого уступить сумасшедший оплакивающий свою жалкую жизнь я был уверен что это не сработает как вы от этой грязи интернетовской оберегаете нику от хейтеров тех же самых которые пишут гадости запросто и детям и взрослым всем этих то я отстреливаю без возможности возвращения а так по большому счету ты знаешь ну все таки интересы ее интересы они пока не подразумевают вот чего-то такого не совсем что ли приятного для меня как для родителя потому что в любом случае у нее все таки день даже сейчас на каникулах он у нее довольно таки насыщенный надо же и почитать там вот я не представляю сколько первоклашки столько книг надо почитать за лето во первых нет вот это точно не должно войти вообще никуда она обидится и будет смотреть я не отслеживаю ее запросы она самостоятельный человек но по ее мировосприятию я абсолютно точно понимаю чем она интересуется все окей понятно про женщину мы поговорили не могу теперь не поговорить про мужчин про папу про вашего и он военный у военных дома царит железная дисциплина у вас было так? царство небесное отцу у нас я не сказал что у нас была железная дисциплина ну во первых он понимал что я и пионер один из лучших в стране и он понимал какие-то определенные вещи он видел он видел как я учился в музыкальной школе как я в школе учился всегда довольно таки умел найти правильные слова и сказать там неважно было могли быть такие пространные не очень пространные разговоры хотя мы могли много о чем общаться но иногда в голову так и это прям вот заходило про пионерию я хочу это очень интересный факт что вы были председателем всесоюзного пионерского штаба на восьмом слете пионеров а как вам удалось сделать такую карьеру? не знаю просто я до этого был членом районного пионерского штаба а чтобы я не призвалась в течением районного пионерского штаба как человека который никогда не был что вп hash это тебе это тебя должен ить движения весь memoria потому что они почитали что вот я лучший кандидат в данном случае И как продолжатель традиций. Черемушкинский район и пионерский штаб – это отдельная история. Это история, очень тесно связанная с историей страны. Очень много людей вышло довольно-таки серьезных из этой пионерской организации. Потом, я делегат «Восьмого-святого слета пионеров» от Москвы именно. И я не помню, как было голосование, но вот меня выдвинули делегатом. И потом вот именно на слете меня избрали председателем всесоюзного пионерского штаба. И потом, когда было, господи, сколько лет, 70 лет пионерии, на Красной площади последняя награда пионерии – это красное знамя ЦК ВОКСМ. Его получал конкретно я. За большой слав. Дело коммунистического воспитания подрастающего поколения в духе ленинских заветов, на революционных, боевых и трудовых традициях. Советского народа, коммунистической партии, центральный комитет ВЛКСМ наградил всесоюзную пионерскую организацию имени Владимира Ильича Ленина памятным знаменем. А как вы удостоились вот такой чести? Я видела это видео. Все-таки, знаешь... Что вы должны были сделать? Кандидатов на то, чтобы принимать вот это знамя? Много было, кроме вас? Насколько я знаю, трое. Ну, районный пионерский... Черемышкинский районный пионерский штаб отличался очень хорошей строевой подготовкой. Я их переходил, короче. Ну, а для вас это было прям событие большое? Дома, может быть, как-то у вас это все особенно обсуждалось? Ну, потому что... Это было очень большое... Нереально, правда, это нереально было большое событие. Ну, я все-таки подозреваю, что это было... Знаешь, после восьмого союзного взлета всех пионеров отправляли. Кого там в Чехловакию, кого там еще куда-то, кого-то... Меня решили отправить в Швецию. Я там анкеты заполнил, все написал, все правильно написал. Может быть, это было за это? Ну, я считаю, что... Ну, это жизнь. Чего сейчас говорить, что этого не было? Нет, это было. И я везде говорю, да, это было. Да, так случилось. Да, много... Допустим, меня бы не выбрали, если бы наш Черемышкинский район и пионерский штаб не был одним из лучших в Москве. Понимаешь? Мы были одним из лучших в Москве пионерским штабом. Мы до сих пор общаемся с ребятами. У нас даже в WhatsApp есть группа. Да, пионерская. Причем там пионеры разных возрастов. Абсолютно разных возрастов. И очень интересные у нас бывают... Идеологические, не только идеологические, культурные споры. Вечера. Мы иногда собираемся. Ну, что? Ничего себе. Причем, ну, люди разных профессий абсолютно. И просто это как... Как тебе сказать? Тут уже там доценты в МГУ, там... Ну, и много-много других профессий. Это как в любом случае, знаешь, это как вернуться на какое-то время в детство. Маруська смеется, говорит, опять с пионерами. Я говорю, с пионерами все хорошо. И знаете, что поразительно? Вот вы такой были идейный, потому что везде вы занимали довольно-таки высокие должности, если можно так сказать. Но при этом были хулиганом относительно, да? То есть прийти на линейку такой вот идейный пионер приходит с химией. Да не то, что хулиганство. Это жизнь, никуда от этого не денешься. Я просто сказал, что если так вот будет, то я сделаю химию. Вот так произошло, я сделал химию. Понимаешь, мужик сказал. Мужик сделал. Да? Вот тогда, когда он сделал, тогда он сказал. Вот тут вот в этом все, наверное, очень много каких-то вещей, которые вот у меня нет. А в армии то, что вы сделали, когда вы форму порезали и в рок-концерте приняли участие, будучи секретарем? Опять-таки неправильно. Не порезали. Все уже обрастает определенными легендами. Мы просто поехали на музыкальный ринг, который был первый организован, причем газета «Комсомолит Заполярье». Музыкальный ринг. И мы поехали по... Ну, у нас у каждого была все-таки какая-то там гражданская форма. Где-то что-то мы у кого-то там... У кого-то было одно, у кого-то другое. То есть мы переоделись. За что, в принципе, мы и получили по голове. За то, что... Как потом начальник штаба сказал, надо было, говорит, выступать... Он дагестанец, такой Башир Нохович. Говорит, надо было выступать по военной форме. Что это? Как военные моряки. Тут вопрос в том, что вот вы секретарь комсомольской организации. Как вам вообще-то в голову пришло? То есть вы же понимали, что так нельзя делать? Или... Ну, вот... Дело в том, что в любом случае творческое начало никто не отменял. И то, что иногда, так скажем, какие-то определенные вещи, которые у нас... У нас же не только там «Горизонт» выходил, играл, да? После комсомольских собраний или после собраний, да? У нас еще когда, так скажем, была определенная, ну, не театральная студия, да? В таком понимании. Но все-таки были какие-то активисты, которые что-то еще делали. И они и в костюмах выходили, и все остальное. Пойми, это невозможно... Вообще человек не может быть вот исключительно правильным и во всем остальном. Ну, дело опять в правильности или не в правильности. Ситуации, они сами иногда подсказывают тебе твои действия. Да, условно, со стороны начальства это было неправильно. Но со стороны всех остальных это было классно и хорошо. И, слава богу, у нас эта форма осталась. Понимаешь, мы ее не выкидываем. Но вы же тоже были со стороны начальства, как секретарь. Вот комсомольская организация, она отличалась тем, что вот и начальство ее, и все остальные, они тоже ее. Потому что и начальство приходило жаловаться, что комсомольцы чего-то не делали. И комсомольцы приходили, говорили, что там начальство не выполняет вот то-то, то-то, то-то. Тогда была перестройка. А вы разрывались, получается. Да, тогда была перестройка, и все говорили, нет, вот так вот. Понимаешь, в чем дело? Перестройка и перестройка. И тоже было такое очень сложное время в нашей стране, когда некоторые подумали, что перестройка отменяет воинские уставы. Понимаешь? Некоторые. Что с одной стороны, что с другой. На самом деле устав воинский, он говорит, что начальник всегда прав. Если начальник не прав, смотри пункт 2. А в пункте 2 написано, начальник прав всегда. Вы вернулись в институт и стали профоргом там? Да, профоргом. Буквально там полгода было. Но тем не менее, я правильно понимаю, что вам, в принципе, светила такая нормальная партийная карьера? Да, абсолютно нормальная карьера. Абсолютно партийная. Но тут появляется Барь Каримович? Да, тут появляется в вечерней Москве или в комсомольской... Или в московском комсомольце. Вы же понимали? В московском комсомольце, по-моему. Когда вы туда пришли и вас взяли, что обратной дороги вам не будет. Хотя карьера у вас прет. Поначалу-то это было вообще непонятно, чем это все закончится. Потому что месяца три, ну два-то точно, два с половиной, у нас был такой курс молодого бойца. Потому что надо было отрепетировать программу. Надо было там все эти костюмы пошить. Надо было всю эту программу выстроить. И потом уже были намечены гастроли. И ты понимал, что да, в эту машину у тебя вот так вот все... Так скажем, машина начинает действовать, да? Все начинает молодца. Но все равно поначалу это было сложно понять, куда это все вырулить. А вы с родителями советовались? Я сказал, да, что я пойду на какое-то прослушивание. Но там не... Думаешь, это как-то было серьезно. Вот то, что я закончил там условно час технического училища и получил там какой-то третий, какой-то пятый разряд радиомон... Не помню, какой разряд, но какой-то такой. То ли третий, то ли... Ну, в общем, не помню. Получил, значит, я эту корочку. Вот это было хорошо. То есть, ну, я говорил, что я хочу дальше в институт. Надо было понять, в какой институт. И, в общем, все вот это вот. Ну, это... Иди, иди на прослушивание. А на прослушивание иди, потому что гитары дома... Мы же собирались довольно-таки часто у меня дома, еще в пионерское время, там, с пионерами играли всякие разные песни. Все это было нормально. Я на прослушивание там вот туда-то иди. И, понимаешь, и это было абсолютно нормально. А когда вы прошли прослушивание, и вам уже сказали, все, давай к нам в группу, будем работать... Ну, после первого месяца я, по-моему, там 30 рублей, что ли, принес зарплаты. Сказал, ну, знаешь, все-таки инженер побольше получает. Но когда после первого гастроли... А папа что сказал? Ну, папа так... Знаешь, это... Как-то немножко все скрадывается из головы, потому что там какая-то реакция пошла после того, как нас первый раз показали по телевизору. Вот здесь была реакция всех соседей, родителей. Ну, все немножко не понимали, куда это пойдет дальше. Потому что все было спорно. Тогда эстрада переживала, так скажем... Это была революция? Сексуальную революцию. Мы были все полураздеты. Для всех было это как-то вот такой... Ну, как же так? Лучший пионер. Всесоюзная организация. Пионер, мне лучший пионер. То есть поначалу вас родители не поняли, да? Ну, не то, что не поняли. Ну, он занимается, занимается. Деньги ими зарабатывает. Зарабатывает, все хорошо. Хочешь работать, работай. Но все-таки вот в институт-то там надо. Но я уже тогда понял, что институт, если будет, то будет, наверное, скорее всего, какой-то театральный. Я обратила внимание на то, что вы всегда очень уважительно говорите про Барри Каримовича. Несмотря на то, что он иногда не выбирает выражение в отношении вас. Вот почему вы принципиально отказываетесь отвечать ему тем же? Спасибо моим родителям. Они меня этому научили. Дело в том, что, понимаешь, учитель, что бы он ни делал, что бы с ним ни происходило, какие бы определенные цели он ни преследовал в данной конкретной ситуации, ну, этих ситуаций было много различных, но это и его ситуация, он преследует свои цели. Я преследую свои цели. Поэтому для меня немножко это все другое. Понимаешь, я не хочу вставать на его сторону. Вот сейчас, да, когда мы были в группе, это было какой-то единый организм, да. А сейчас это у меня организм, там организм, да, еще Барько Римович. Поэтому, чтобы он сейчас обо мне не говорил, пускай это останется с ним. Со мной останется то время, когда он просто не возражал, чтобы я учился у него. А почему в точь-точь, кстати говоря, у вас не было женских образов? Я мужчина. А, то есть вы не хотели сами? Нет, я сам не хотел, нет. Если бы дали условно, да, если бы этот барабан выпал бы на меня, ну, значит, пытался бы что-то сделать. А чей образ вам дался легче всего? В точь-точь? Не было такого, чтобы легче всего. Какой стал любимым? Я считаю, что, ну, там много что получилось. К сожалению, было очень сложно с Леонтьевым, потому что я немножко в другую сторону пошел, не в ту, которую надо было, да. Было сложно с Женькой Осиным, потому что с Гримом были проблемы, и меня прямо это перекосило, и, знаешь, выбило буквально перед выходом на сцену, потому что я не видел, как меня женат, увидел, и меня прямо это все прибило. И вообще, еще раз говорю, каждый образ, это была какая-то определенная, потому что ты не знал до последнего момента, кто тебе будет. У тебя там, раз, у тебя на репетиции это остается 3-4 дня. Да, и ты должен это все, ну, если ты профессионал, песни выучить. А из жюри кто был к вам самым строгим? Самым строгим? Да сложно сказать. С Максом Аверином мы очень часто ругались. Много этого не показали, но ругались очень часто, потому что есть задачи, которые стоят те режиссеры, условно, передачи, да. Есть восприятие этого материала артистам, которые это просмотрел. Все работали над продуктом. Понимаешь, все работали. Мы как артисты работали, каждый раз показываем образ. Они работали как такие монстры, да. Тут же и светики тебе, и операторы, и ребята, которые выходили. Шикарный балет был постоянно, каждый раз были новые. Потом эти музыканты. Это же, это вот этот организм должен был двигаться. Конечно, определенные какие-то сбои происходили, потому что тут еще присутствовали зрители, которые реагировали каким-то образом или не реагировали. То есть все это было, это большая-большая машина, которая завлекает, увлекает, и внутри нее, ну, всякое происходило, и, ну, это нормально. Жюри — это одно восприятие, а вот когда ты смотришь на телевизоре, это другое. А когда ты сидишь на концерте, это вообще третье восприятие. Потому что у меня было впечатление, что что бы мы ни делали, ребята, которые приходили вот туда, у них, они там вообще все в шоке, по-моему, были. Зрители. Да. Там очередь стояла, чтобы попасть зрителям. Реально очередь. Когда они вот словно утром набирали это количество людей, да. А что, без дублей писалось? А? Писалось без дублей? Без. О, ну тогда это вообще интересно. Это условие. Мы подписывали бумагу, что никаких перезаписей, ничего. Что это конкретно один дубль. То есть утром ты приезжаешь на площадку, утром репетируешь, потом садишься на 4 часа на грим, на 5. И вот практически вот как ты садишься, сразу, ну ты уже в очереди стоишь, да, очередность номеров. Ты практически в гриме там за два номера выходишь, уже в гриме, тебя переодели, и вот за два номера проходят, и выходишь ты. И один дубль. Один. Ну да. Просто некоторые думают, что раз это телевидение, то значит много дублей. Ребят, это... Потрясающе. Это все очень интересно. Спасибо вам огромное. Вопросы у меня закончились. Это было очень интересно. Спасибо. Потрясающе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.